Я буду делать Валентинки для девочек своими лапами. Ой, привет! Ты на канале Манжек Пэтс, я Эйвен, и сегодня день святого Валентина. Я буду делать антистресс Валентинки из подлапных средств для своих девчонок. А ты подписывайся на канал, ставь лайк и в вопросе там голосуй. Короче, да, а я, да, а я начинаю. Почему Эйвен сказал нам сидеть в этой комнате? Почему мы тоже не можем пойти сниматься? Я не понимаю, мы чем-то провинились что ли? Нет, тётя София, сегодня день святого Валентина! Кисолис, перестань там драть штору! А что такое день святого Валентина? Ну, это когда девочки и мальчики, тем, кто нравится им, Валентинки дарят. Да, Миш? Да, Юмичу, ты абсолютно права. Можешь называть меня мамой, а не Мишей? Понятно, значит, братец Эйвен решил нам там Валентинки самодельные запилить. А мне Валентинку дарить некому. А я чё-то не подумала, Ман, а ты папе приготовила Валентинку? Да, я подготовила Валентине ночный подарок, а я потом покажу. Кисолис, может хватит там штору драть, а? Тётя София, у тебя же парень был. Да, я выбрала себе парня, но оказалось, что он живёт в другом городе, слишком далеко. Я к нему не поехала, да и он ко мне не приехал. Короче, любви не получилось. Вот, ладно. Может мне и Лаю Валентинку сделать? Что-то мы с ним давно не виделись. А ты пока, Юмичу, не торопись делать Валентинку и Лаю. Почему? А мы попозже тебе скажем. Я о чём-то не в курсе? А, попозже, Юми. Так, розовый кинетический песок будет для Валентинки и Софии. Ещё есть кинетическая глина. Кинетический пластик, по-моему, да, засох. И у меня есть гигантский лизун. Наверное, это будет Валентинка для кисолисы. Так, похоже, мой пластилин тоже засох. Но зато у меня есть разные украшения. Ладно, пусть Валентинки будут не по цветам. Придётся фантазировать. Эээ, извините, девочки. Так, начнём с Софишиной Валентинки. Надо высыпать сюда кинетического песочка. Так, ой, эээ, ну, ладно. Теперь это всё нужно аккуратненько сюда прижать. А теперь мне понадобится вот эта вот Валентиночная формочка. Прекрасно подойдёт. Так, эээ, накладываем её сюда на песочек. А теперь ещё вот этой вот формочкой. Вот так, отлично, я просто гениальный диайвайщик. Надо это как-то украсить. Посыпем блёсточками, эээ, ну, вроде неплохо надо размазать. Софишин цвет розовый, у меня есть розовые блёстки, ещё такие. Их тоже надо туда насыпать. Да я просто гений, какая красота у меня получается. Ну, и что, что я тут, ээ, вокруг везде, эээ, насвинячил немного. Надо нам в шкафу прибраться, а то он уже не закрывается. Чё, Софи, а ты расстраиваешься, что парня нет? Ну, да, если честно. Хорошо, что у меня есть муж Эйвен. У меня тоже парня нет, и я не расстраиваюсь. Киса, Алиса, хватит рвать шторы, они тебя убьёт. Не убьёт. Знаете, что я придумала? Чтобы поднять тёть Софи настроение, надо посмотреть наш челлендж. Я уже даже ссылку в описании оставила. Ссылку в описании челлендж? Ну да, то, что мы снимали на главный канал Magic Family, где мы все ели на скорость. Кто быстрее ест? Да, это было весело. А, я уже смотрела. И мне это подняло настроение, но ненадолго. Я тоже смотрела, кто быстрее ест, и я знаю, кто. Киса, Алиса, только не раскрывай секрет, пусть подписчики посмотрят сами. А я уже смотрела, и знаю, кто победил в челлендже. Кто и всех кушает, а? Короче, сходи и посмотри наш супер челлендж. Это было очень круто. А, я скажу, самая по-трищикам, кто победил, кто быстрее ел. Киса, Алиса, вечно ты всё хочешь испортить. Что же за натура у тебя такая кошачья? Я не кошка. Я собака, понятно? Если ты всем расскажешь, то ты будешь кошкой, понятно? Я собака, а не кошка. Веди себя прилично, хотя бы в день Святого Валентина. Собака. Будешь кошкой, если выдашь наш секрет, понятно? Собака. А будешь кошкой, если расскажешь. Отстань, я как отгрызу тебе лапу, как собака. Не выдавай секрет, иначе подписчикам будет неинтересно. А я тебе все равно уши оторву. Ты какашка. Хватит ссориться, девочки. Валентинка для моей сестры Софии готова. Приступаем к Валентинке. Э, вот так вот. Давай, для моей приёмной дочери Юмичу. Зачем я всё время говорю, что она приёмная? Для Юмичу. Прости, Юмичу, но жёлтого цвета у меня не оказалось. Так, сейчас вытащим нашу кинетическую глину из баночки. Отлично, я супер гений диайваев. Расплющим хорошенько нашу глиночку. Придержим форму. Мы вчера, кстати, снимали крутой челленг, что быстрее ест. Но они сегодня с нами нет, потому что у неё случилась авария. На своём канале Энни Мэджик она всё рассказала. Вот такое сердечко получается. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Надо потом это видео сходить посмотреть. Вот такие звёздочки будут у Юмичу украшением. Отлично, Валентинка для Юмичу готова. Кинетический песок намного мягче, чем глина. Он очень прикольно падает, тает. А глина держит форму. Это хорошо. Приступаем к Валентинке для Киса Алисы. Из гигантского космического лизуна. Сейчас мне нужно его для начала расплющить. Надо найти тёте Софи нового парня, чтобы было кому дарить Валентинки на день святого Валентина. Да уж, даже у Рики и Лаки любовь. И у муравьёв, и у всех. У одной у меня нет. У меня Мушаева, она Киса Алиса, и Юмичу ещё молодая для парней. А чё это мы молодые-то? Мелкая. Киса Алиса, перестань дорвать штору и хватать меня за хвост, слышишь? И ещё мелкая. Мы не мелкие. И вообще у меня есть, это, Илай. А Юмичу, ты на Илай-то слишком не рассчитывай. Да, он же тоже молодой ещё, ну понимаешь. Я не поняла, чё происходит? Вы что-то от меня явно скрываете. Да когда же я уже закончу? Давай, скорей. Давай, придавливайся, дураткий лизун. Готово. Кусочки из-под формочки отодрались отлично. А у меня получилась космическая лизунистая Валентинка. Я не дурак, но можно было сразу положить её вот в эту формочку Хеллоу Китти, как раз для Кисы Алисы. Так, букву К я не подготовил, но у меня есть красивое чёрное сердечко. Мне кажется, оно отлично будет смотреться с космосом. Я просто гений Дня Святого Валентина. Я сделал самые лучшие красивые Валентинки для своих девочек. Дочка Юми, сестра Софи и Киса Алиса, не знаю кем мне приходится, хотя она говорит, что она собака. А теперь моя жена Миша. Для неё я уже давно купил, эээ, Дневалентиновский подарок. Я припрятал его сюда в лежанку уже давно. Так как моя Мишенька собирает коллекцию мишек, в честь Дня Святого Валентина я подарил нового мишка в коллекцию с надписью «Лав» и сердечком. Я гений. Ну всё, мужик свои дела сделал, все подарочки готовы. И нужно только, эээ, да, прибрать всё, что я тут натворил. Ну, ладно, чуть попозже, пусть ещё там посидят. Если честно, мне уже надоело тут сидеть. Да, может, пойдём уже. Да, пойдёмте сниматься. Ну, если пап что-то не додел, то и пофиг. Подождите меня, я запуталась в шторах. Я с вами хочу, я тоже хочу День Святого Валентина пораздновать. Зачем я залезла в эти шторы? Говорили же мне, собака-лиса против штор. О, я вылезла, дурацкая штора, я тебя накажу. Буду тебя кусать, как настоящая собака, я тебя съем и покусаю. Позже накажу. Подождите меня, я с вами. Эйван, ты тут сам на Валентинке делаешь. Девочки, по-моему, вы рано. Папуль, нам даёт там сидеть уже. Но я ещё тут, это, прибраться не успел. Так что ты тут делал-то? Я, 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 Валентинке вам делал. Давайте уже Валентинке подарите и расскажите мне про Елая. Подожди, Юмичу. Это Валентинка для меня. Какая красивая, молодец, Эйван. Спасибо, папуля, тебе большое. Судя по буквам, это Валентинка для меня. И она розовая. Спасибо, братик, большое. Так классно. Жаль, мне некому дарить Валентинки. А я знаю, что вот это красивая без буквы для меня. Потому что я люблю лизунов. Кисалисты угадала. А это чё? Это медведь. Это, наверное, Валентинка для меня. Но я же собираю медведей. Спасибо большое, Эйван. Поздравляю, девочки, вас всех с Днём Святого Валентина. Хоть это и не русский праздник. Круто. Так что с Слэм-то? Подождите, вы слышите? Кто-то случится, кто-то пришёл. Это точно няня? Да, она после аварии там разбирается. Это не она. Мы вроде как никого не ждём, да? Да, а кто это может быть? Я уже открыла. Это курьер. Он кому-то принёс Валентинку. Здравствуйте, я курьер. Вот передали какой-то Кисе Алисе. До свидания. Я думала, это мне Илай прислал. И он приехал. А кто мог прислать Валентинку Кисе Алисе? Да, это очень странно. Кто бы это мог быть? Прочитай, что там написано, Алис. Тут написано, я от тебя балдею. И что-то в коробочке есть. Давай, открывай, Алис, скорее. Тут фигурка Хэллоу Китти и вкусняшки. Кто мог мне такое прислать? И правда, ребята, кто мог поздравить Кису Алису с Днём Святого Валентина? Она никого не знает, кроме нас. А может он смотрит канал? Эйвен, ты бы хоть тут прибрался. Вы уверены, что там Хэллоу Китти, может это Илай? Нет, Юмичу, это не Илай. Мы про Илая тебе сейчас всё расскажем. Так а кто это мог быть тогда, а? Может быть кто-то... Может быть это поклонник у Кисы появился? Может это какой-нибудь пёс-блогер с Ютуба смотрит на меня и влюбился? Если это так, то не пёс, а кот Кис Алис. Даже если кот, разве на Ютубе есть коты, которым я могу понравиться? Конечно, есть. И видимо он в тебя влюбился. И прислал тебе Валентинку. Может подписчики знают, что это за кот может быть? Напишите в комментариях, ребята, свои предположения. А для тебя, Иван, у меня тоже есть не валентиновский подарок. Это... Правда ты не забыла обо мне так приятно? Так как ты любишь мячики, я приготовила тебе валентиновские мячики с сердечками. С днём святого Валентина тебе, дорогой. Мам, ну будь смелее. Спасибо, Миша, я люблю тебя. Все вокруг друг друга любят. Киса Алиса и Юмичу, у них ещё всё впереди, а я-то уже не молода. Так, старики, а теперь серьёзно, вы надарили там друг другу Валентинок, а что с моим Илаем? Юмичу, боюсь, мы должны тебе сказать кое-что очень грустное. Да, Юмичу, только не нервничай. Илай больше не твой парень. Как ты не мой парень? Вы чё, прикалываетесь что ли? У нас есть его голосовое сообщение, которое он прислал давно, но мы тебе не хотели показывать. Он прислал мне поздравления? Ладно, включай, Софи. Я этого не хотела, но включаю. Ладно, вот. Привет, Покемон! Это Илай, короче, с наступающим тебе Новым Годом. И это я хотел тебе сказать, что, ну, сама понимаешь, типа, у меня новая девчонка. Но ты поняла, ты сама-то толком быть со мной не хотела. Ну, и я подумал, ну, короче, ты там, не грусти, с Новым Годом тебя, Рождеством, и я уезжаю в отпуск с ней. А потом мы вернёмся и можем увидеться. Мы же, типа, друзья, да? Мы же останемся друзьями, да? Покемон, ну, короче, пока, удачи тебе, и да. Что? Что он сказал? Он сказал, что удачи тебе. А кто такой Илай? Он тоже был твой поклонник, как у меня теперь есть. Это шутка, да? Шутка же? Вы шутили? Нет, прости, Юмичу. Мы не виноваты. Очень грустно. А почему грустно? Это шутка. Он так пошутил. Нет, Юмичу, понимаешь, эм... Парни бросают своих девушек, а девушки парней. Вот. И это просто... И это просто нужно пережить. Всё, пройдёт. Да, он пошутил. Я не верю. Он не мог так сделать. Он меня любил. Сильно. Сильно. Стоп. Это день Валентиновский розыгрыш, от Илая, да? Нет, Юмичу. Он поздравляет тебя с Новым Годом и Рождеством, потому что это было до Нового Года ещё. Отправил он это сообщение. Мы просто не хотели тебе говорить. Это так. Фигня. Я не верю. Такого не может такого быть. Это шутка. Он пошутил, никуда он не уехал. Нет, Юми, это не шутка. Не шутка, Юмичу. Мы не врём тебе, Юми. И он не врал. Мы всё видели. Ну, не видели, но знаем от его мамы. Нет. Я не поверю в это. Нет. Не грусти, Покемон. Пойдём лучше посмотрим челлендж на главном канале Мэджик Фэмили. Или пофоткаемся в Инстаграм. Спасибо Эйвену за поздравление. С Днём Святого Валентина. Продолжение следует...